Приветствуем всех любителей футбола в Красноярске на матче шестого тура женской футбольной суперлиги, в котором местный Енисей принимает женскую футбольную команду «Зенит» из Санкт-Петербурга. На день раньше эта встреча состоится, чем остальные игры шестого игрового дня, по причине того, что завтра мужская команда Енисея сыграет в Кубке России, и свой матч в Кубке по астраханского болгаря, но поэтому в Красноярский клуб обратился к гостям с просьбой перенести эту игру на день вперед. И самые лучшие качества сегодня, пока у нас солнечно, ясно, чуть больше 20 градусов для августа, для конца августа в Сибири очень комфортная погода, стартовал у нас матч Сеня Шахова. Вот сейчас Шейкина с мячом, удар, поворотом первый в этом матче и мимо. Доставили мяч до 44 номера Хозяев и удар с угла Вратарской. Дальний угол оказался немного неточным, и хорошую скидку здесь Сивинж Жафар Заде выполнил 11 номер центральной нападающей команды. Хорошо проходит Валерий и бьет с дальней дистанции, но это не проблема, конечно, для Греченко. Но, по крайней мере, запишем первый удар в створ ворот. Марина Федорова с близкого расстояния. Ну вот ответ Зенита и удар Ники Беловой. Не плохо было, это гораздо опаснее уже, чем удар Алешичевой. Но Цирульникова справляется без особого труда. Хотя на этом повторе, да, мы видим, что все-таки не в самый угол мяч шел, и с момента у нее еще будут. Пока же Енисей в атаке, она него здесь завозилась немного с мячом, но дальше на шах его отыграл. Аксения бьет поворотом мимо створа. Ну, в самом начале удалось Енисею в штрафную пробиться, когда Шейкина била с близкого расстояния. Ну вот дальше есть проблемы. Ушла от подката Кассина и передача штрафа. Ну и водоудар! Попадает мяч в голову Братко. Дальше Сочнева выше ворот стреляет. Во второй же раз. Вот. Еще один интересный момент в исполнении Санкт-Петербургской команды. Хорошо Шестернева прострелила. Белова по мячу не попала. Дальше и вода направила его в створ. Но вот Братко к месту на пути мяча оказалась. Обыгрывает соперницу и подача штрафную. Опасный момент. Цирульникова не добралась до выхода. Но борьба в воздухе все-таки за Енисеем. Сочнева смещается в центр и бьет поворотом. Ой-ой-ой, штанга в очередной раз спасает. Э, Алешичева и здорово на шах. Кого сейчас играет дальше Ксения подача. Но опять для Греченко. А Юлия здесь, то мяча-то не дотянулась как следует. Итак, стартовал второй тайм у нас без замен. Дважды она молоко била. Вот сейчас хороший отбор и штрафной удар перспективно зарабатывает. Бьет Сочнева. Ну, прямо по центру мяча идет. И Цирульникова даже шага не пришлось сделать. Надо сказать, в 2005 году за футболик Люкнева, который решил на сезон большой футбол заявиться сейчас в моменту и ввода опасно. Справляется Цирульникова на пару с Черединой, кажется. Она сразу передачу делает. Белова бьет головой мимо дальнего угла. Играет Шестернева слева. Теперь подает удар головой. И за пределы штрафной. А что здесь мяч? Ну-ка попал, что ли. Негодуют футболистки «Зенита». Вот так быстро негодование на «нет» сошло. Сольга Парядина возмущается больше всех. Шадрина здесь высказывает, что-то арбитр с ней общается. Ну да, попал мяч в руку Братко. Но отскочил изначально от ноги. У нас уже пятая минута. Добавленная Морина в штрафной врывается. Опаснейший момент. И мяч в воротах. Вот эта развязка у нас. Пятая добавленная минута. И Татьяна Морина приносит победу «Зениту». И в этом нет уже никаких сомнений. Потому что времени у «Енисея» абсолютно нет. Даже Греченко здесь пришла отпраздновать этот гол со своими партнерами. Эмоции скамейки «Зенита» радостные. Ну и прямо противоположные, конечно же, на скамейке «Енисея». Только-только могли вроде бы выиграть. И футболистки «Енисея» забить. Но вот в ответной атаке пропустили. Шестернева, видимо, катит мяч. Братко не дотягивается. Морина врывается в штрафную. И безо всяких помех. Наносит шикарный удар с рикошетом от перекладины. Вот в этот моменте каркас уже Цирульниковой не помог. Вот это развязка у нас в Красноярске в матче шестого тура женской суперлиги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова